На протяжении десятилетий, в канун Дня Победы, на свое родное предприятие «Локомотивное депо» приходят ветераны. Для них здесь организован митинг, на котором нынешние работники предприятия чествуют старшее поколение и чтят память невернувшихся с полей сражений работников Буйского паровозного депо. До торжественного собрания ветераны депо проходят по цехам, встречаются со своими учениками, с ветеранами послевоенных лет, вспоминают свою трудовую деятельность. Конечно, в свое депо пришли ветераны. Мы рады приветствовать здесь каждого из них. Но я назову несколько фамилий. Михаил Михайлович Козлов, участник Великой Отечественной войны. Я попрошу аплодисментов и приветствовать уважаемых ветеранов. Василий Алексеевич Румянцев, участник Великой Отечественной войны. Еще назову одного прекрасного человека, Смирнова Нина Александровна. Труженик тыла. Работала в паровозном депо Буй с 1943 по 1946 год слесарем, затем техником по замерам. Паровозное депо Буй отправило на фронт более 300 человек. Четыре колонны НКПС были сформированы на базе паровозного депо Буй, в которых участвовали более 70 машинистов, помощников, кочегаров, ремонтников. В замену шедших на фронт в депо пришло 278 женщин. 97 из них работали на паровозах, кочегарами, помощниками машинистов. Годы войны стали для всей страны и для депо паровозного в Буй очень сложными. Окупированные территории, а не Донбасс, Украина, блокада Ленинграда привели к тому, что железнодорожный транспорт остался без запасных частей. Депо Буй были прикомандированы специалисты с Кировского завода Ленинградского, с Запорожского металлургического комбината и организованы меди-литейное, чугунно-литейное производство. Сначала для своего предприятия, а потом для предприятий Северной железной дороги. Комсомольцы механического цеха паровозного депо Буй стали инициаторами движения двухсотников. Комсомольцы предложили каждую смену выполнять задания не меньше, чем на 200%. Это почин поддержали все предприятия Северной железной дороги. Мы проводим сегодня наш митинг рядом с Стеллой, где золотыми буквами написаны 52 фамилии наших коллег, те, которые не вернулись домой с фронта войны. Только благодаря им сегодня наше поколение живет под мирным голубым небом. Низкий поклон вам, уважаемые ветераны. Поздравляю всех с 73-й годовщиной Великой Победы. От лица эксплуатационного локомотивного депо Буй с удовольствием от всей души поздравляю вас с праздником Великой Победы. Около 80 лет страницы нашей истории, нашей страны и всего мира были обращены состоянием войны, этой ужасной войны, которую развязали люди, руководители страны, одержимые идеей превосходства одной нации над всеми остальными. И только благодаря нашим ветеранам, ветеранам Советского Союза, это утверждение было опровергнуто, был совершен подвиг, который показал, что ни одна нация не достойна превосходить другую, только ни в каком другом звании, кроме как звания народа-освободителя. Поэтому я хочу сегодня попросить всех, и молодое поколение, и более старшее, сказать спасибо своим ветеранам и подарить им низкий поклон. Спасибо, спасибо за Победу. Уважаемые ветераны, поздравляю вас с Победой. В любой семье могу спросить, взяла ли здесь кого война, и в каждой голову склонить. Победа – главная цена. Слова поздравления буйским железнодорожникам адресовали Узловой совет ветеранов станции «Буй» Северной железной дороги, Межрегиональный коордиционный совет ветеранов, Вологодский региональный совет ветеранов. Ответное слово держал участник Великой Отечественной войны Михаил Козлов. Дорогие друзья, поздравляю вас с праздником Победы. Желаю успехов, здоровья и всех земных планов. В Буйском депо бережно хранят историю предприятия, тесно переплетающуюся с историей страны. Здесь создан музей, хранителем которого является ветеран-железнодорожник Иван Лякин. На площадке у памятника паровоза, на которой проходил митинг, были установлены переносные музейные стенды с фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны, погибших и тех, кто смог пройти ее до конца и прославлял свое родное депо в послевоенные годы. Никто, ни один человек здесь не забыт. У немногих нет фотографий, но их имена, пусть даже без фото, написаны на стендах, вписаны в историю локомотивного депо станции «Буй». День Победы – самый величественный исторический праздник, в котором грусть потерь перекрывается безмерной радостью, триумфом свободы и мира. Этот день для всех нас был и остается одними из самых светлых, торжественных и значимых. Наша страна непобедима только благодаря ветеранам, участникам войны. Перед вами преклоняем головы. Вам мы обязаны не только независимостью, но и жизнью. Мы празднуем очередную 73-ю годовщину Победы над фашистской Германией. Несмотря на то, что этот день все дальше уходит в глубину лет, Победа имеет все огромное историческое значение для нашей Родины. Этот праздник стал символом героизма нашего народа, его неизгибаемой стойкости и несокрушимости духа. Великой ценой заплатили ветераны за Победу. Многих сегодня уже нет рядом с нами, но мы их помним об их воинской славе. Уважаемые ветераны, примите нашу беззаветную любовь и безграничное уважение. С праздником вас, кто прошел войну и знает о ней не понаслышке. Низкий вам поклон. С праздником, кто родился в мир на время и чей долг сохранить мир, доставшийся столько дорогой ценой. Помнить и чтить великий подвиг великих людей, заботиться о каждом ветеране. От всего сердца желаю вам доброго здоровья, счастья, благополучия и праздничного настроения. Мира, добра вам и вашим близким. Поздравляю вас с праздником Победы. Тяжело нашему народу досталось. Тяжело досталось. Погибли наши родители, отцы, деды. У меня отец погиб под Сталинградом в 42-м году. Остались от него 10 писем, которые он писал маме. Немцы у нас были рядом, они заняли Елец. И он о нас беспокоился. Настя, увози детей. Немцы уже рядом, рядом. Нас спрятали. Я до сих пор помню, как нас спрятали от них. Немцы идут в золотухи и нас спрятали. Я это помню. Помню голод. Голод. Но я благодарна, налей на колени, могу встать перед людьми, которые защитили нашу страну. И не дай Бог, чтобы снова началась война, от которой нас никто не спасет и не будет земли. Я была в Сталинграде, где погиб мой папа. И там, на второй стелле, смотрю, мне Зайцев Олег Никитич отправил тогда на курсы повышения в Ростов-на-Дону. А там была экскурсия в Сталинград. И на второй стелле, на Маваевом кургане, читаю погибших Крючков и Се Иван Степанович. Я благодарна нашей стране, благодарна нашему народу, благодарна, что мы живем сейчас. И не дай Бог войны. В знак памяти и благодарности военному поколению, земляков-железнодорожников, к мемориалу были возложены венки, цветы и гирлянды. В небо отпущены воздушные шары. Все ветераны приходят, встречают их молодежь, поколение тех локомотивщиков, кто работает сегодня. Мы очень рады видеть ветеранов. Приходят они пораньше, проходят по цехам. Кого-то своих учеников видят. Но много молодежи. Интересно им побывать на своем предприятии. Время идет вперед, конечно, предприятие развивается. Ну и молодежи интересно пообщаться со своим старшим поколением. Те, кто работали на нашем предприятии много лет назад. На сегодняшний день два предприятия. Эксплуатационное депо и сервисное депо. Профсоюзные организации, инженерно-технические работники. Договариваемся с ДКЖ. Это, конечно, в нашем городе предприятие культуры. И артисты известны не только в городе, но и любимые на нашем предприятии. И вот с участием их, с концертом, конечно, все это совместной организацией. Вот такой праздничный, торжественный митинг мы проводим. Защитники нашей родины, нашей страны, труженики тыла, они защитили Россию. И сегодня благодаря им живем. Конечно, им здоровья побольше уже. Многие из них уже возраст достаточно преклонный. Конечно, поменьше болячек. Ну и ждем всех через год и через два, и на юбилейные даты у себя на предприятии. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова